В правительстве Ставрополья утвердили поправки в главный финансовый документ на 2023 год. Бюджет края пополнится более чем на 9 миллиардов рублей за счет роста доходов и привлечения федеральных средств. Об этом рассказали в правительстве региона. По поручению губернатора Владимира Владимирова дополнительные финансы направят на ремонт медучреждений, школ, дорог, закупку общественного транспорта и повышение зарплат бюджетников. Это федеральные средства целевые, которые поступают как в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и найдут свое отражение в соответствующих отраслевых расходах. А расходную часть предлагается уточнить на 9,1 миллиарда рублей. Дополнительным источником является привлечение бюджетных кредитов, которые будут направлены на социальные нужды Ставропольского края. Прежде всего для того, чтобы создать более качественные условия для жителей нашего края. В 9-й школе села Высоцкого в этом году оборудуют точку роста. В учреждении отремонтируют кабинеты биологии, химии, физики и информатики, сообщили в региональном министерстве образования. Также в школе создадут кабинет проектной деятельности. Оборудуют точку роста благодаря нацпроекту образования. В Новопавловске благоустроят участок улицы Красной, расположенный возле городского рынка и районы больницы. Там обновят тротуары, обустроят парковки и установят скамейки, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Работы проведут по краевой программе развития жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В станице Курской капитально отремонтировали дорогу на улице Маяковского. Там обновили полтора километра проезжей части, укрепили обочину, установили знаки и нанесли разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы прошли по краевой госпрограмме развития транспортной системы. Всего в этом году в Курском округе приведут в порядок более 40 километров дорог.